В процессе развития, дорогие друзья, я понял, что если мы установим вот эти баки, как я их называл, на консолях, то они, скорее всего, больше будут превращаться в двигатели, чем недаром я их с самого начала назвал двигатель. А рули поворота нужно будет сделать здесь. Ну так как бы просится конструкция, поэтому здесь я сделал прорези. Сейчас я поясню, что я, в общем-то, придумал. Я хочу сделать так, что вот у нас наш батискаф, да, с печенюшечной такой, мне уже сказали, гламурный, это, наверное, новое направление. Гламурный стимпанк, такого еще не было. Но не важно. Важно то, что вот эта часть, вот здесь, то есть встанут, все-таки это двигатели. Все-таки это двигатели. Здесь в плавнике я сделаю передачу из шестерен, которые соединю к корпусу тоже. То есть это будет как бы рули поворота вверх-вниз, и сюда как бы шестерни просятся, да. Но вот здесь я бы хотел все-таки винты поставить сюда. Сюда. А... А рули поворота сделать вот такими рыбьями. И сделать их два. Мне кажется, дизайн от этого только выиграет. Поэтому, ну, это не в первый раз, когда я отхожу от первоначальной схемы, потому что мы же не делаем что-то готовое. Оно развивается. И посему мне показалось, что два винта и два таких руля-поворота будут выглядеть более гармонично, чем вот этот первый вариант. Поэтому, да, и надо сделать будет сегодня перископ еще. Тут у меня появилась идея, как его сделать. Наконец-то, до сих пор не знал. Так. Потом я нашел способ. Есть в магазинах у нас в том же обе. Такой крючочек. Не крючочек, а такая зацепочка, да. Который в стенку вворачивается. А мы его вернем в рубку. И тем самым сделаем тот самый, за который цепляться будет наш батископчик. Ну, в общем-то, вот пока все и наши. Здесь, возможно, пару вентилей поставить. С той и с другой стороны. Но это я еще посмотрю. Стяжные. Стяжные я сделаю поменьше в этот раз. Потому что, ну, заклепок уже достаточно, мне кажется. Итак. Начинаем. Теперь понятно, что я хочу, да. И теперь начинаем уже конкретно исполнять это. Гламурный. Так, у меня есть замечательные отрезки электрического кабеля. И здесь чудные заготовки медной проволоки. Я уже однажды говорил, что выгоднее покупать кабель, чем отдельные мотки проволоки. Вот сейчас мы добудем парочку. И вот, обратите внимание, я сам недавно это понял, что вот такие заклепки медные и такие вот канцелярские заклепочки, они очень хорошо сочетаются. Этот входит сюда, а в обратную можно поставить вот этот. Ну, естественно, надо немножко подточить. Давайте посмотрим, что мне это даст. То есть, я возьму заранее проделанные отверстия, пропущу сейчас сюда провод. Металлический этот медный стержень. Одену на него заклепку. С натягом она зайдет внутрь. А с этой стороны я ее подкреплю еще вот. И в итоге получился закрытая система этого парового двигателя. То, что нам и надо. На концах я точно так же устанавливаю такие пропеллеры, винты. Видите, как получилось. И считайте, что двигатель у нас с валом готов, в общем-то. Пока я поставлю купленные винты. Пока это купленные. В дальнейшем я надеюсь изготавливать их сам. А так как я купил, то чего им валяться. Я их сегодня и использую. После того, как я это все соединю на клей, я поставлю их сюда. Это, естественно, сделаю покороче. И здесь проведу стяжной такой хомутик. Тоже из глины. Предварительно я сначала, конечно, приклею. Чтобы было удобнее это все делать. А сзади я сделаю вот точно такие же, как мы с вами в прошлом видео делали плавники. И установлю их. Сделаю здесь прорезь. Сделаю так, чтобы они попали в прорезь. И установлю два штуки здесь. Смысла показывать еще раз я не вижу. Это и сэкономит нам время по видео и время. Мы вернемся к нашему видео, когда это уже будет готово. И я вам покажу, как это будет выглядеть. Окей? Чтобы облегчить себе работу, я взял лист глины, раскатал с обоих сторон, прошелся по нему болтом с крупной резьбой. И сделал шаблончик. Из листа вырезал прямо на стекле два таких плавника, которые я сейчас отправлю в печь. А мы с вами тем временем займемся чем-нибудь другим. Перископ. Я что-то долго думал о том, как его сделать интереснее. Ну и потом пришел к выводу, что самым простым было бы создать такую загибульку. Взять две проволочки. Вернее, две трубки. И поместить сюда с такой буквой Г. Но этого у меня недостаточно. Мне бы хотелось сделать еще поинтереснее. Я хочу обмотать это тонкой-тонкой колбаской полимерной глиной. Вот это место. А до этого я сейчас склею. Своим любимым клеем. Угу. И оставлю минут на 10 высыхать. Теперь давайте сделаем пару вот таких шестеренок и вот такую трубочку. Они нам понадобятся. Ну и вот. Угу. Готово. Трубку мы изготовим легко. Для этого нам достаточно взять раскатанный кусок глины. Жиром смазать медную проволочку и просто вот так обернуть. Затем отрезать. Немного покатать. Так как я хочу сделать здесь решетку впереди, такую декоративную, она же будет служить защитой, то мне нужна форма. Лучше всего сделать форму прямо из этого же стекла. В печку его сажать нельзя, это естественно. Это оргстекло, оно расплавится. Для этого мы сделаем собственную формочку. Точно такой же по объему, как и наше стеклышко. Так, снимем. Аккуратно отрежем края. Так, мне кажется, я нашел хороший способ закрепить консоли временно с помощью гвоздиков, просверлив здесь отверстия. Вот так безбоязненно я смогу это делать сейчас прилепить. Красота. Еще мне есть желание склеить эти шестерины, потому что с этой стороны очень хорошо выглядят, а с обратной, ну не совсем. Поэтому я сделал четыре штуки, хотя мне нужны всего две. То есть я сейчас просто их напросто между собой склею. А вот и вышла форма. Ну что ж, хорошо. Сейчас мы на нее сделаем такую решеточку. Надо подумать еще как ее сделать. Давайте нарежем полоски теперь. Раз. 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 Вот мы получили совсем неплохую решетку, теперь вокруг надо что-то. Сейчас мы возьмем жгутик такой и аккуратно его обернем. И хотя мне удалось обмотать, конечно, но результатом я что-то не совсем доволен, скажем так. Поэтому, скорее всего, я сделаю, как мы умеем это уже с вами, делать шланги. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, что-то у меня на самом деле. Наш батюшкаф стал напоминать звездолет «Энтерпрайз». Я никогда не смотрел эти «Звездные войны», наверное, потому что в самом начале просмотрел пародию на нее, где капитан Корк кричит полный вперед, при этом не двигается и ничего с места и прочее. И с тех пор у меня, наверное, какое-то не совсем серьезное отношение к этому сериалу. И я его не смотрел, но, видать, в голове что-то осталось. Так, сюда мы поставим эти заглушечки. Ну, а теперь давайте посмотрим, что мы получили из печки. То есть, вот эти два гофрированных шланга, которые идут к двигателям. Все прекрасно, все хорошо, они еще вдобавок держат. Так, потом вот эту, вот я вытащил ее, освободил, потому что я ее не приклеил, а просто смазал, и ставим теперь сюда наше стеклышко, примеряем. Ну, что я вам скажу, ребята, все хорошо, все хорошо. Начинаем самый интересный момент, сборку. Сейчас я тут уберусь, чтобы ничего не мешало, и начнем. Ну вот, такую кучу отсюда вытащил, не поверишь. Ну что, очень хорошая лялечка получилась, легонькая, пустенькая. Будем собирать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, поставили плавники. И иллюминаторы. Так, это тоже на месте. Ну, прежде чем башню ставить, я хочу все-таки впереди, вначале поставить впереди и поставить стекла в иллюминаторы. Ну вот, такой у нас получился красавец. Стекла я не стал ставить, буду сначала красить. А потом уже, чтобы не протирать, ничего, я поставлю, потому что башня, она не приклеена, она вставлена, как и задумывалось. И через это отверстие я как раз могу все поставить. В принципе, я доволен результатом, потому что это одна из самых наиболее сложных моделей, какие до сих пор делал в стиле альтернативного стимпанка. То есть, вы видели, как я собирал до этого, я показывал, как я буду собирать двигатели. Вот они собраны здесь, с обоих сторон. Теперь, что вы не увидели, так это то, что я сделал специально. Сейчас покажу. То есть, наши шестерни стоят здесь, а на плавниках я сделал специальные такие заглушки, чтобы можно было как бы дополнительно регулировать высоту. Если игрушка попадет в руки ребенка, то он обязательно попробует что-то покрутить, и тут ему как раз хорошо будет. Так. Очень хорошо получился центр тяжести. Честно говоря, случайно. Надеялся, получилось. Здесь я сделал, видите, пустое. И я еще сделал перископ. Не приклеил еще ничего, потому что, в принципе, я, может быть, хочу сделать его включателем света внутри. Ну, во всяком случае, мы склеили полностью нашу модель. Сейчас я дам ей хорошенько высохнуть, и потом уже покрашу и поставлю стекла, ну, и на полочку. Вернее, на елочку. После того, как наш батискавчик окончательно высох, приобрел форму, осталось покрасить. Да, действительно, он похож на Enterprise. Вот так и назовем батискавчик Enterprise. Ну, что ж. Я в этот раз решил ограничиться бронзовой и золотой краской. То есть, сделать наш батискавчик эдаким гламурненьким. Ну, раз он уж такой получается. Вот так. То есть, мы по-прежнему используем метод сухой кисти. Так, вот так. Я взял акрилик бронзу и акрилик золотой. И вот, ими я сейчас только двумя и буду пользоваться. Музыка. 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 Ну а теперь, после того, как у нас забронзовел, кое-где тронем золото. Не сильно, но тронем. Ну и последнее, что нам останется сделать, это поставить сюда стеклышки. И тогда наш гламурный ботискарчик будет закончен. Ну вот, наш ботискарчик готов. Ну, солидно выглядит. Свет я еще не поставил, пока так временно прилепил башенку, но вообще хочу внутри свет сделать голубенький такой. Сделаем заставку. Ну что ж, дорогие друзья, мастера и мастерицы я выполнил свое обещание. И наш ботискарчик готов к плаванию, вернее на елку. Он легкий, он очень легкий. Всего вам доброго. Пока.